Привет из Турции! Я приехала отдыхать в четырехзвездочный отель Monacos на все включено. Он находится в Сиде. Я выбрала его по двум причинам. Во-первых, многие думают, что хорошо отдохнуть в Турции можно только в пятизвездочном отеле, а у отеля Monacos очень хорошие отзывы, и мне интересно, действительно ли тут так хорошо. Во-вторых, вы давно просите меня показать хороший четырехзвездочный отель для семейного отдыха. Мне кажется, это достойный кандидат. Давайте проверим, хорош ли он на самом деле. Семейный отель Monacos расположен в Сиде. Это популярный турецкий курорт на Средиземном море, который славится широкими песчаными пляжами и чистой водой. Отель состоит из трех небольших корпусов и находится на второй береговой линии всего в двух минутах ходьбы от пляжа. Он собрал тысячи хороших отзывов туристов со всего мира. Отель Monacos построен в 1999 году, но за счет реновации выглядит свежо и современно. На его логотипе изображена нерпа. Тут вы будете повсюду встречать изображения очаровательного зверька. Посмотрим, какие номера в отеле Monacos. Я заселилась. Давайте посмотрим стандартный номер в отеле Monacos. На входе большой шкаф. С одной стороны полочки, и здесь есть сейф. Он платный, стоит 1 евро в сутки. Вторая половина – это отделение с вешалками. Вешалок здесь много, тут молодцы. Здесь большое зеркало. В номере есть кондиционер. Телевизор небольшой, но я проверила. Русские каналы есть, и флешка в него втыкается. Можете привести свои фильмы и смотреть. Мебель здесь вся очень светлая, и номер вообще выполнен в таких бело-голубых тонах, как и весь отель. Он весь белый с голубым. Очень красивое сочетание. Такое морское, свеженькое. В номере есть чайник. Здесь вода, чай, кофе, и в мини-баре. Давайте заглянем, что у нас. Еще одна бутылочка воды, лазированная вода, фанта и кола. Это пополняется в день заезда. Дальше только вода. Мини-бар бесплатный. Здесь двойная кровать. Две кровати вместе. Можно сдвинуть, можно раздвинуть. Как вам удобнее. А вот тут еще одна зона отдыха. Диван и журнальный столик. Тумбочки, лампы. Все как надо. Здесь есть небольшой балкон со стульчиком и сушилкой. Вид у меня на бассейн. Ванная комната небольшая, но она свеженькая, чистая, очень приятная. Здесь есть фен, гигиенические принадлежности, шампунь, мыло, полотенца. Все как надо. Номер мне понравился. Он такой чистый, светлый, приятный. Здесь бесплатный Wi-Fi. Это мне нравится. Еще дали карточки на пляжные полотенца. Их дают бесплатно, но меняют их за евро. Отмечу работу горничных. Они приходили каждый день и всегда вовремя. В целом номер мне понравился. По уступает многим пятизвездочным отелям в Турции. Территория у отеля небольшая. Сейчас я вам ее покажу. Вот здесь детская площадка, горки, качели, есть даже скалодром. Тут же детская комната. Она внутри и прямо за мной спортзал. Туда можно ходить бесплатно и заниматься. Здесь лужайка для детей. Аниматоры их в течение дня развлекают, устраивают для них игры, какие-то активности. Здесь детский бассейн и вокруг него расставлены лежаки. По всей территории расставлены лежаки. Есть такие уединенные зоны под навесом, есть под зонтиками. Вообще все зеленое засажено пальмами. Здесь такое компактненькое, очень уютное, очень красивое. Это основной бассейн. Он вот такой просторный. Начинается здесь и заканчивается вот там, у бара. Тут же рядом раздевалки и души. Возле бассейна в течение дня тоже анимация проводит какие-то развлечения, активности. А вот тут бар у бассейна. Можно что-то заказать, отдохнуть либо здесь, либо вот в этой зоне возле сцены. Вот здесь можно поиграть в дартс. И давайте еще покажу вам расписание анимации. В течение дня все время что-то проходит. Они начинают в 10 и заканчивают уже поздно вечером во время шоу. Вот здесь есть расписание на русском языке. Зарядка, танцы, дартс, волейбол, гимнастика. И по вечерам проходят какие-то представления. Вот 21.30 – шоу-тайм. А для детей – мини-диско. Также три дня в неделю здесь учат стрелять из лука. Вообще есть отдельная зона с горками, бассейном. И там можно пострелять из ружья или из лука. Ее я вам потом тоже покажу. Еще из развлечений есть настольный теннис и мини-футбол. И сейчас я вам покажу очень интересное место. Сюда я обязательно зайду. Это батут. Причем батут не только для детей, но и для взрослых. Смотрите, он какой большой, на нем можно попрыгать. Обязательно переоденусь и сделаю это. Ставьте лайк, если любите батуты. Мне кажется, что это очень весело. Еще в отеле есть теннисный корт и баскетбол. Оборудование можно арендовать на ресепшене. Также на территории отеля работает спа-центр. В нем есть крытый бассейн с подогревом и банный комплекс. Погреться в хамаме и сауне можно бесплатно. А за дополнительную плату туристам предлагают спа-процедуры. Рядом с отелем Monachus расположены зоны с развлечениями – мини-гольф, тренажеры, стрельба, водные горки. Это место он делит со своим старшим братом – пятизвездочным отелем Commodore Elite Suits & Spa. В нем я тоже была. В описании под видео оставлю ссылку на мой обзор. Посмотрите, он очень хорош. На территории отеля Monachus есть магазины туристических товаров, парикмахерская и уголок фотографа. А на батуте разрешено прыгать всем в возрасте от семи до семидесяти семи. Не упускайте возможность повеселиться. На территории работает один основной и один аликарт-ресторан. Два бара плюс отдельно пляже. Разнообразные развлечения. Словом, все, что нужно для хорошего отдыха в Турции. Теперь давайте посмотрим, какое питание в этом отеле. Начнем с завтрака. Вареные яйца, омлет, глазунья, пекут оладушки. Здесь колбаса, сосиски, овощи. Это турецкий омлет минимен с перцем и помидорами и молочный омлет. Помидоры под сырной корочкой и печеная картошка. Бублики. И разные посыпочки, мед, варенье, фисташки. Напитки можно заказывать у официанта, но чай и кофе можно приготовить самостоятельно, если хочется. Здесь овсяная каша с молоком. Вот тут зона холодных закусок. Разные виды колбасы, ветчина, сыр, огурцы и помидоры. Это зона фруктов. Есть нарезанные апельсины и грибфруты и целые фрукты. Тут хлопья, мюсли, вафли, разные шарики. В общем, такой сладкий завтрак. Есть трахат луком, изюм, печенье. Здесь разные виды варенья, кунжутная паста, мед. Очень удобно, что все подписано на четырех языках и в том числе и по-русски. Здесь несколько сортов оливок, фрукты в сиропе, фруктовый салат и шесть видов йогурта. Здесь можно сделать тосты, а тут хороший выбор хлеба и свежие булочки. Я отдыхала в отеле, когда он только-только открылся к летнему сезону 2022. Из возможных 500 гостей в нем было только 50. Я не ожидала, что на такое число туристов будут так разнообразно готовить. А главное, что все очень вкусно. Основные блюда на обеде и ужине обычно не повторялись. Шведский стол в отеле Monacos очень хороший. Смотрите на табличке. Там прописаны все названия и указаны главные ингредиенты блюд. Повара готовили все постепенно и постоянно подкладывали порции новой еды, которую разбирают. Мне кажется, это разумный подход. Лучше приготовить несколько разных блюд и пополнять их по мере необходимости. Так все гости остались довольны. Из напитков к обеду предлагали соки и лимонады, айран, пиво, вино. Некоторые гости заказывали коктейли и крепкий алкоголь в баре. Мне нравится, что в отеле Monacos все продумано так, чтобы туристы ни о чем не беспокоились и просто хорошо проводили время. А еще я обратила внимание на таблички. Написано, что на шведском столе в отеле Monacos предлагают натуральные помидоры из собственной теплицы. Оливки со своих плантаций – собственное оливковое масло. Я все это попробовала. Мне очень понравилось. Несколько раз в неделю в отеле проводят тематические ужины – турецкой, морской и итальянской кухни. Я думала, что для 50 человек этого делать не станут. Но мне повезло – отель устроил турецкую ночь. На шведском столе предлагали блюда местной кухни. Был донер-кебаб, долма, турецкая пицца пиде, булгур, восточные сладости и невероятные холодные закуски. Но и про европейскую кухню не забыли. Лосось на гриле, жареные овощи, стейки из индейки и многое другое. Еще в отеле есть уголок детского питания. Но маленькие туристы пока не приехали, поэтому его наполнять не стали. Заметно, что в ресторане есть дополнительные линии раздачи. Очевидно, их заполнят в разгар сезона. Сейчас это точно не нужно. Выбор еды на шведском столе в четырехзвездочном отеле Monachus мне очень понравился. А главное, что все было невероятно вкусным. В этом пункте он тоже ничем не уступает многим пятеркам. Супы, мясо, рыба, салаты, фрукты, десерты, выпечка – на любой вкус. Я очень довольна. Теперь идем на пляж отеля Monachus. До пляжа идти всего две минуты. Причем тут нет ни горки, ни каких-то крутых поворотов, поэтому я бы даже не сказала, что эта вторая линия очень близкая. Даже не заметила, как дошла. Здесь есть души, кабинки для переодевания, детская площадка, а все лежаки находятся под тентами. Места здесь много, хватит всем. Вообще очень просторный пляж, песочек такой приятный. И бар совсем рядышком получается. Теперь давайте посмотрим море и береговую линию. Днем на пляже играет волейбол. Прямо здесь вот установлена сетка. Песочек очень мягкий, прям вообще мука. Посмотрите, какой рассыпчатый. Такой теплый, так хорошо. Сейчас конец апреля. На улице днем постоянно выше плюс 20, и море около 20 вода. Но посмотрите, сколько купается людей. Сегодня очень теплый день, и в воде, не знаю, человек 100, наверное. Такие смельчаки я, наверное, не рискну искупаться. Заход в море тут пологий. Никаких подводных плит или обрывов, ничего такого нет. Поэтому Сиде очень любят семьи с детьми. Здесь всегда комфортно купаться. Вода очень чистая и немножко прохладная. Нет, купаться я, пожалуй, не пойду. Хотя, кто знает, может, в середине дня избегаю. Прямо возле пляжа есть центр водных развлечений, прокат скутеров, можно покататься на подушке на банане. Пляж длинный, широкий, по нему можно гулять и уйти далеко-далеко. Если вы это любите, то вам точно понравится. Этот пляж отмечен престижной международной наградой «Голубой флаг». Ее вручают за чистоту береговой линии, море и хорошую инфраструктуру на пляже. В Турции можно комфортно купаться примерно с середины мая. Ранней весной все-таки прохладно, хотя туристов это обычно не останавливает. Многие отели в Турции предлагают простые бургеры и сэндвичи в качестве перекуса на пляже. А в Моначосе можно полноценно пообедать. Помимо ланча, днем тут предлагают пирожки, пончики, лепешки, венские вафли, фрукты и десерты. То есть можно с комфортом провести на пляже полдня. Проголодались, а еда в шаговой доступности. Между отелем и пляжем пролегает красивый променад с пальмами и лужайками. Он удален от автомобильной трассы, поэтому воздух тут идеально чистый. Советую погулять здесь во время отпуска. Думаю, мне удалось развеять стереотипы о том, что в Турции можно хорошо отдохнуть только в пятизвездочном отеле. Моначос мне очень понравился. В моем личном рейтинге он обошел даже многие пятизвездочные отели. Настолько мне здесь было комфортно и хорошо. Ставьте лайк, если вам тоже понравился этот отель и вам захотелось здесь отдохнуть. Обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков. Пока!